Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас снова приветствовать на уроке информатики. Надеюсь, он будет вам полезен и интересен. На прошлом уроке мы узнали об истории появления чисел, о том, что понятие числа возникло из практической необходимости людей в счете, о том, что в разных странах люди считали по-разному в зависимости от своих представлений и наблюдений. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое системы счисления, какие они бывают и чем отличаются друг от друга. Тема сегодняшнего урока – виды систем счисления, позиционные системы счисления для ЭВМ. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое системы счисления, какими они бывают, что такое алфавит системы счисления и что такое основание системы счисления. В пятом классе мы с вами узнали, что числа внутри компьютера кодируются и познакомились с двоичной системой счисления. А что же такое система счисления? Система счисления – это правило записи и чтения чисел с помощью набора символов. Например, существуют десятичные системы счисления, двоичные и другие. Как из букв алфавита любого языка – русского, каргызского, английского складываются слова, так и из цифр складываются числа. Надеюсь, вы помните из курса математики, что числа бывают однозначные, двузначные, трехзначные и так далее. В этом примере в таблице записаны числа с помощью разных цифр. Перед вами три трехзначных числа. Но при составлении этих чисел были использованы три одинаковые цифры – 3, 4 и 5. Давайте определим, чему равно значение цифры 5 в этих числах. Цифра 5 в первом числе обозначает 500, цифра 5 во втором – 50, в третьем – 5. Отчего же зависит значение цифры в записи числа? Как видно, значение зависит от того, в каком разряде находится цифра. Первая цифра 5 стоит в позиции или разряде сотен, вторая – в разряде десятков, а третья обозначает количество единиц. Вот оно, откуда взялось слово «позиция». И в зависимости от того, где стоит цифра, в какой позиции, ее значение меняется. Значит, в позиционных системах числения значение каждой цифры находится в строгой зависимости от ее позиции в записи числа. Так вот, это и есть позиционные системы счисления. Представителями позиционных систем являются двоичная, десятичная и другие системы счисления. Какие системы счисления лучше, какие хуже, или все они одинаковы? В чем их преимущества и недостатки? В позиционных системах счисления легко выполнять арифметические операции, а для записи любых чисел потребуется немного знаков, кроме двоичной системы счисления. Давайте рассмотрим римскую систему счисления. Возьмем для примера числа 4, 5, 6. Как получились эти числа? Вы помните, что для записи единицы использовался вытянутый палец, а для записи 5 – ладонь с отведенным большим пальцем. 4 получается как разность 5 и единицы. 6 получается как сумма 5 и единицы. Как видите, в этой системе счисления неважно, где стоит цифра 1 – слева или справа от другой цифры, она все равно остается равной единице. Таким образом, ее значение не зависит от позиции в записи числа. В непозиционных системах счисления цифры не изменяют своего значения при изменении их расположения, позиций, в числе. Самым ярким представителем непозиционных систем является римская система счисления, но она не единственная. Недостатки позиционных систем счисления. Для записи больших чисел потребуются новые знаки. Невозможно записать дробные числа, а также отрицательные числа, с которыми вы познакомитесь в курсе математики 6 класса. Сложно выполнять арифметические операции, так как их невозможно описать с помощью алгоритмов. Давайте распределим системы счисления по их виду – позиционные или непозиционные. Египетская система, конечно, непозиционная. Я права? А может, я ошибаюсь? Десятичная система, позиционная. Вы тоже так думаете? Алфавитная система, конечно, позиционная. Римская система, непозиционная. Так вот, оказывается, самое важное отличие различных систем друг от друга заключается именно в этом. Являются системы позиционными или непозиционными. Почему? Потому что с точки зрения практической значимости надо иметь алгоритмы для работы с числами, а не все системы дают эту возможность. Именно поэтому все системы счисления и подразделяются на две большие группы – позиционные и непозиционные. А более подробно мы остановимся на позиционных системах, потому что именно они используются в компьютерах для представления чисел. И именно такие системы дают возможность легко и быстро выполнять все алгоритмы. Вы знаете, что такое алфавит? Конечно, это всем известно. Сколько букв содержит русский алфавит? Тридцать три. Но с помощью этих тридцати трех букв можно записать огромное количество слов. Не правда ли? А каргызский алфавит? Он содержит тридцать шесть букв. А английский? Двадцать шесть. И в этих языках также множество различных слов. В математике любое число можно записать с помощью всего десяти цифр. Так из цифр складываются числа. Алфавит есть, как вы видите, не только в языке, но и в системе счисления. А сколько цифр в арабской привычной нам десятичной системе счисления? А сколько чисел мы можем записать с помощью десяти цифр? Бесконечное множество. Правда, похожи десятичные системы счисления и языки. Что их объединяет? Алфавит. А что такое алфавит? Алфавитом системы счисления называют набор символов, используемых в этой системе для обозначения цифр. А теперь внесем в таблицу все системы счисления, о которых мы слышали на прошлом уроке и на сегодняшнем. В таблице приведены позиционные системы счисления и их алфавиты. В соответствии с названием системы в алфавит входит определенное количество цифр. В двоичной две цифры, в троичной три, в четверичной четыре и так далее. В двенадцатиричной и шестнадцатиричной системах буквы используются вместо цифр. Так как следующее число после девяти десять, а оно состоит из двух цифр, такого в системе счисления быть не должно. Именно поэтому для обозначения чисел десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и пятнадцать приняли буквы латинского алфавита А, В, С, Д, Е и Ф. Основанием системы счисления называют количество различных символов, необходимых для записи числа в позиционной системе счисления. Добавим в таблицу основание для каждой системы счисления. В двоичной это два, в троичной три и так далее. В этой таблице мы теперь видим все необходимые сведения, которые нужно знать первоначально о системе счисления. Мы видим название, алфавит и основание каждой из систем. Благодаря этим сведениям мы в дальнейшем научимся работать с числами, записанными в некоторых из этих систем. Как же узнать, в какой системе записано, например, число сто тридцать семь? Для этого нужно посмотреть, в алфавите какой системы счисления есть цифры 1, 3 и 7, с помощью которых записано число сто тридцать семь. Давайте попробуем это выяснить. Посмотрим, есть ли цифры 1, 3 и 7 в алфавите двоичной системы? Нет. В троичной? Нет. В четверичной? Нет. В пятеричной? Также нет. А в восьмеричной? Такие цифры уже есть. В десятичной? Тоже есть. В двенадцатеричной и шестнадцатеричной они тоже имеются. Вот теперь мы можем сделать вывод, что данное число сто тридцать семь может быть записано в одной из четырех последних систем. Правильно? Но как же узнать, в какой именно системе записано это число? Для того, чтобы различать, в какой системе исчисления записано число, принято обозначать основание системы исчисления справа от числа нижним индексом. Например, число сто тридцать семь с индексом десять записано в десятичной системе исчисления. Конечно, не все приведенные системы исчисления активно используются в настоящее время. В ЭВМ, электронных вычислительных машинах или компьютерах, используются двоичные, восьмиричные и шестнадцатеричные системы. Двоичная система очень проста. В ней всего два знака – ноль и единица. Популярность двоичной системы в информатике объясняется тем, что для записи чисел используются всего две цифры – ноль и один. Это соответствует значению одного бита, который может тоже принимать значение – ноль или единицу. Поэтому во многих случаях один разряд двоичного числа называют битом. А так как в вычислительной технике информация передается в битах, то и числа удобнее передавать в виде двоичного кода. Восьмиричная система исчисления. Основание этой системы равно восьми. Число восемь также является степенью числа два. Шестнадцатеричная система исчисления. Основание этой системы – шестнадцать. Шестнадцать также является степенью числа два. Рассмотрим таблицу соответствия различных систем исчисления. Посмотрите на число пятнадцать. Запись числа пятнадцать в двоичной системе исчисления составляет четыре символа. Запись числа пятнадцать в троичной системе исчисления составляет три символа. Запись числа пятнадцать в пятеричной системе составляет два символа. В восьмиричной – два, а в шестнадцатеричной уже один символ. Мы видим, что чем больше основание системы исчисления, тем короче код чисел, который она обозначает. Почему же именно 8-ричная и 16-ричная системы исчисления стали наиболее используемыми? Посмотрите, 8 это 2 в третьей степени, 16 это 2 в четвертой. Именно потому, что 8 и 16 в степени числа 2 их стало удобно использовать при кодировании информации. Такие системы стали называть родственными. Системы исчисления, основания которых являются степенью одного и того же числа, называют родственными. Поэтому мы с легкостью сможем преобразовывать числа из двоичной системы в 8-ричную или 16-ричную систему исчисления и наоборот. Родственные системы исчисления, представленные на этом слайде, к ним относятся двоичная, 8-ричная система исчисления и 16-ричная. С кодированием тесно связано понятие единиц измерения. Двоичный знак 0 и 1 называют битом. Из битов можно составить полубайты 4 бита и байты 8 бит. Каждый бит – это один двоичный знак, 1 или 0. Всю информацию на компьютере можно хранить как комбинацию из этих цифр. Полубайты состоят из 4 бит. Это равняется 1 16-ричному знаку. Байты – это элементы компьютерных данных, хранящиеся в виде набора из 8 бит или двух 16-ричных знаков. Это дает диапазон значений от 0 до 255. Потренируемся. Сколько бит информации содержится в 16 килобайтах? Чтобы узнать, нужно 16 умножить на 1024 и умножить на 8. Получится вот такое число бит. Сколько байт содержится в 16 килобайтах? Чтобы узнать, нужно 16 умножить на 1024. Получится 16384 байта. Сколько полубайт содержится в 16 килобайтах? Так как 1 байт равен 2 полубайтам, то 16 килобайт – это 32768 полубайт. Рассмотрим перевод чисел из десятичной системы исчисления в другие позиционные системы исчисления. Чтобы перевести любое десятичное число в систему исчисления с другим основанием, нужно это число разделить на основание. Например, чтобы перевести число 23 из десятичной системы исчисления в троичную, мы 23 должны разделить на 3. Получаем число 7 и 2 в остатке. После этого мы должны полученное частное 7 снова разделить на основание 3. Получаем 2 и 1 в остатке. Частное 2 оказалось меньше основания. Значит, мы выполнили полностью деление. Результат записываем в одну строку. Стрелочкой показан порядок записи нового числа. Таким образом, число 23 в десятичной системе исчисления соответствует числу 212 в троичной системе. Аналогично можно выполнить перевод десятичного числа в систему исчисления с основанием 5. Разделим 23 на 5 основания системы. Получим 4 и 3 в остатке. Так как получившееся частное меньше основания системы, то на этом деление заканчивается. И записываем результат в одну строчку. Стрелочкой указан порядок числа. Таким образом, число 23 в десятичной системе исчисления соответствует числу 43 в пятеричной. Выполним перевод десятичного числа в систему исчисления с основанием 8. Разделим 23 на 8 основания системы. Получим в частном 2 и 7 в остатке. Так как частное меньшее основания системы, то на этом деление заканчивается. Мы получаем результат, который должны записать в том направлении, которое указывает стрелочка. Таким образом, десятичному числу 23 соответствует число 27 в восьмеричной системе исчисления. Давайте выполним упражнение для закрепления. Вы можете найти его и выполнить самостоятельно. По этой ссылке. Желаю вам получать на уроках информатики только такие оценки, которые, если вы переведете в обычную, на привычную нам десятичную систему исчисления, соответствуют оценкам 5 и 4. Сегодня на уроке мы с вами узнали, какими бывают системы исчисления, что такое алфавит системы исчисления, что такое основание системы исчисления. Надеюсь, вам было интересно и полезно. На этом наш урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова